А голову ты дома не забыл? Это любимый у учителей. Желаю больше нервных клеток, терпения, наверное, больше. Больше стараться как-то держать себя в равновесии на работе, не реагировать на каких-то не очень хороших учеников, грубо говоря. Самая запоминающаяся фраза моего учителя была по математике, о том, что математика в жизни пригодится, ее надо учить, делать. Полностью согласен с своим учителем. Я работаю прорабом, мне математика очень сильно пригодилась. А так желаю каждому учителю терпения. Одна извилина и та уши держит. Вот это помню. Ну, конечно, всех учителей поздравляю. Это очень тяжелый труд у учителей. И сейчас очень тяжело им работать. Я желаю им много сил, терпения и бодрости, веселья, чтобы несли знания детям и этому миру. Что нам говорили в школе? Первое, что мне приходит в голову, это тетрадку ты забыл, а голову не забыл. Самый плохой класс. Что-то такое нам говорили. И я вам не мешаю там на задней парте? Вспомнила одну фразу моей учительницы. Она была учителем географии, заслуженным учителем РСФСР, Кузнецова Валентина Павловна. Она класс делила по регионам России. И когда кого-то вызывала из какого-то стороны класса, называла по фамилии или по имени и говорила, «Эй, там на Камчатке не шумить». И вот так вот распределяла класс по регионам. Голову не забыли. Вот эти страхи, это точно были. Здоровье, здоровье, терпение с детишками нашими и всего им самого хорошего в жизни. Мне запомнилась учительница французского языка. Она говорила всегда, когда входила по-французски, «Бонжор, Лизанфа, а сейву? Здравствуйте, дети, садитесь». Если школа, то это самое лучшее время. Удачи, радости и терпения. Терпение, да, терпение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова